Нынешние реалии требуют от начинающих специалистов знаний в самых различных областях. Как раз на это нацелена специальность компьютерная физика. Планируется, что специалист, окончивший обучение на этой специальности, сможет не просто разрабатывать программы, писать их коды, но еще и ставить задачи для программистов-кодировщиков, анализировать поставленные технические и экономические задачи и создавать на основании этого анализа алгоритмы работы программ. Этим компьютерная физика отличается от других IT-специальностей на рынке образовательных услуг. Тем, кто планирует обучаться по данной специальности в рамках централизованного тестирования, предстоит сдавать математику, физику, а также русский либо белорусский язык. Не секрет, что IT-специальности – это сейчас самые востребованные специальности на рынке труда. И самыми востребованными сейчас являются специальности, которые рождаются на стыке различных областей знаний. Вот именно такой и является специальность компьютерная физика. То есть, с одной стороны мы получаем программиста, а с другой стороны мы получаем программиста, который разбирается в глубинных законах физики, владеет математическим аппаратом. И на выходе мы получаем специалиста, который разбирается в любой технике, в любом оборудовании. Вторая специальность, которая будет открыта на базе Полоцкого госуниверситета – лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций. Специальность будет открыта сразу по двум направлениям – информационное обслуживание и международный туризм. Спрос на новую специальность был прогнозируемым и обусловлен веянием времени. Ряд промышленных предприятий и IT-компаний Витебской области заинтересованы в принятии на работу такого рода специалистов, которые не только в совершенстве владеют иностранными языками, но и умеют вести бизнес-переговоры. Наша жизнь сама заставляет нам наконец-то открыть такую востребованную специальность, потому что все чаще мы, взаимодействуя с иностранными гражданами, с представителями различных народов, сталкиваемся с тем, что очень трудно уловить культурную связь, помочь нашим бизнес-представителям организовать подписание каких-то контрактов, потому что иногда самая такая маленькая деталь, какой-то недопустимый цвет в одежде, недопустимый цвет презентации, либо какие-то слова, фразы могут ранить потенциального партнера и на этом всяческие дальнейшие взаимоотношения прекратятся. Вот чтобы этого не было, наши студенты будут изучать такой вот не только язык коммуникации, английский, немецкий, но и возможность знания культуры, каких-то исторических аспектов, политики, этнографии. Сегодня в Полоцком госуниверситете обучаются около 10 тысяч студентов за очной и очной формы обучения, магистрантов и аспирантов. Из них около пяти сотен – иностранные студенты. На данный момент обучение на уровне базовой ступени высшего образования осуществляется по 45 специальностям в рамках семи факультетов.